В мае в Гомельской области стартует масштабный проект ЮНЕЙДС и Минздрава по самотестированию на ВИЧ. Его задача содействует раннему выявлению ВИЧ-инфицированных. Предшествовала проекту информационная кампания, касается даже тех, кого не касается. Кстати, экспресс-тесты на ВИЧ уже появились в аптечной сети. Наш регион выбран пилотным для реализации проекта неспроста. Значительная часть ВИЧ-инфицированных в Беларуси живет именно в нашей области. Об этом в актуальном интервью рассказал председатель экспертного совета информационной стратегии по ВИЧ-СПИДу в Республике Беларусь Сергей Кручинин. Сергей Вячеславович, значительная часть ВИЧ-инфицированных в Беларуси проживает именно в Гомельской области. Серьезная проблема? Как-то ее изменить можно? Повлиять на ситуацию? Возможно? Да. Если быть реалистом? Ну, если быть реалистом, то, конечно, не только можно, но и нужно. Человечество прошло уже достаточно много в деле борьбы с ВИЧ-инфекцией. Проходили различные способы. И принудительные, и любой другой. Не работают. Так? Что делать? Как сделать? Ну, во-первых, соответственно, то, что предлагает Гомельская область, это скрининг, это очень хорошо. Но главное, чтобы он был добровольный, чтобы врачи объясняли, что у вас у тебя есть возможность сдать тест на ВИЧ. Так? Бесплатно. Соответственно, сдай тест на ВИЧ, получи информацию, потом сам решай, что с ней делать. Потом, естественно, для этого необходима очень хорошая информационная поддержка этого. Чтобы, ну, хорошо бы из каждого... Как минимум, вызвать доверие. Доверие, доверие. Чтобы из каждого утега это что-то было. Ну, знаете, как говорят, чтобы он включил утег, и там он сразу заработал. Вот. Потому что здесь работают уже определенные информационные технологии, которые... Воздействие, технологического воздействия. Дальше, естественно, кто ответственный вообще за здоровье человека? Конечно, каждый. Конечно, сам. Сам лично. Так вот, он должен нести ответственность за свое здоровье. Сейчас ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, выпустила рекомендации о самотестировании. Рассматривает одни из самых главных эффективных способов, которые может повесить количество людей, которые будут знать свой ВИЧ-статус. Один из выходов ситуации, я знаю, что именно этому будет посвящена та самая информационная компания, которая ждет Гомельскую область. Именно Гомельскую область, которая выбрана пилотным регионом в Беларуси. Ну, легко сказать. Во-первых, с точки зрения информационной, смотрите, как красиво. Ну, условно красиво. Там, где все началось, там все и закончится. Будем надеяться. Да, ну, то есть, по крайней мере, соответственно, остановлено и взято под контроль. Так? Понятно, что для этого нужны какие-то усилия и совместные усилия. Очень хорошо, что как раз у нас в этом плане есть полный консенсус между исполнительными властями области, между позицией органов здравоохранения, позицией международных общественных организаций, позицией общественных организаций, которые работают с различными системами ВИЧ-СПИДа. Ну, тут в данном случае, как бы, ну, средств массовой информации, наконец. Система работает. Как она должна сработать в этом плане? Система еще не работает. Система готова, чтобы начать работать. Давайте вот с этого начнем. Как она должна сработать, чтобы экспресс-тестирование пришло в массы здесь, в Гомельской области? Ну, самое главное, во-первых, должны начаться продажи экспресс-тестов в аптеке, так? Которые быстро каждый человек может пойти и сдать этот тест. Достаточно 20 минут? Да, если по крови, то 10, если по слюне, то 20 минут. Экспресс-тесты в аптечной сети платно появятся уже в середине 2017-го здесь, в Гомельской области? Ну, вообще идет речь, кажется, о мае. Вот, кажется о мае, что с мая уже готовы начать. Во время информационной кампании тесты можно будет получить бесплатно? Ну, у нас будут, естественно, мероприятия, которые связаны с информационной кампанией, где тестирование, экспресс-тестирование будет бесплатно. Вот будет у нас, например, в центрах занятости, так? Там, где большое количество людей приходит за работой. Почему? Потому что среди безработных как раз это достаточно опасно. Они очень часто выезжают на работу в другие страны, близлежащие, где уровень ВИЧ-инфекции значительно выше. И они часто, вероятность того, что они привезут, это факты, достаточно большая. Потом в рабочих коллективах, то есть производственно, на производстве мы будем выбирать какие-то точки. Ну и территориально, конечно, мы будем идти по большим городам. Гомель, Светлогорск. Ну и там еще, соответственно, будут какие-то города. Тоже достаточно большие районные, по типу Речица, там вот Мозырь. То есть, ну, тут мы будем смотреть по разным показателям. Уже известны сроки, когда ждать информационную кампанию 2017 здесь, в Гомельской области? Надеюсь, в мае мы будем здесь. Так что ждите нас, и мы приедем. Сергей Вячеславович, спасибо за порцию полезной информации. И до встречи здесь, в Гомельской области. Обязательно. Благодарю.